Всем привет! Сегодня у меня в гостях интересная девушка. Знаем мы с ней друг друга, можно сказать, по Фейсбуку. Но еще знаем друг друга по компании Dream Connections, которая у нас в Николаеве. Это брачное агентство. Работает оно уже больше детей, я так думаю, лет, да? Или приближается? Ну, я думаю, даже больше. Даже больше, да. В общем, чем мне понравилась эта приятная девушка, которую зовут Диана, тем, что она очень коммуникабельная, красиво играет на пианино. Ну, в общем, о своих талантах она расскажет сама. И я хочу спросить сегодня Диану, ее опыт. Диана недавно, сравнительно недавно живет в Америке. Да, Диана, сколько лет ты в Америке уже? Пять лет. Пять лет. И я хочу тебе сказать. I'm citizen. Вау! Congрессион! Посмотрите, какие шарики красивые. Да. Слушай, ну это замечательно. Это, ну, я тебя просто от души поздравляю. Я закончила свой процесс. Да, да. Когда к этому идешь, ты думаешь, о боже, как это сложно. Я это никогда не смогу. Ну, то есть, я пока еще только около четырех лет в Америке, но задумываясь об этом, у меня, так знаешь, немножко мурашки пробегают. Это подготовка, это учить эти все вопросы, сто вопросов, да. Раз мы уже на эту тему вышли, расскажи немножечко, да, как ты учила эти сто вопросов, насколько тяжело было сдать на гражданство? Давай об этом. В общем, сами сто вопросов было не тяжело учить. Фактически я их выучила за несколько дней. На сайте, на миграционном сайте есть вся информация, то есть, выдают брошюру, по которой можно учить. То есть, есть видео записанные, очень много этих видео в Ютубе официальных, там, где есть как вопрос-ответ, где есть примеры, как сдают на гражданство. Поэтому подготовиться без проблем. И сами вопросы я не могу сказать. Сидеть месяц, сидеть, зубрить, чтобы от зубов отскакивала. Ты говоришь, несколько дней. Несколько дней, да. Ну, когда начинаешь это делать, это кажется легче, чем когда думаешь об этом. Когда начинаешь, уже легче. Ну, в принципе, в любом случае, когда ты уже это все прошел, легче говорить об этом, чем когда ты только собираешься это сделать. Ну да, уже гора спречит. Ну, когда, да, когда уже это все прошел. Ну, вообще, я могу сказать, что это не тяжело. если, ну как сказать, не тяжело, 5 лет прошло, и весь это все была подготовка, ты же понимаешь, сначала виза, потом грин-карта одна, вторая, и потом только гражданство, поэтому сказать просто так же, так легко, может быть, это некорректно, но... А вот сама процедура зашла, вышла, сколько по времени длилось? Десять минут. Десять минут? Да. Так как интервью, да, когда мы идем на интервью, едем в Киев и думаем, ну боже, там 2-3 минуты, и интервью закончено, все. Да, 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 в принципе, это уже, процедура очень похожа. Сколько вопросов у тебя спросили? Шесть вопросов. Ответы были твои развернутые или очень такие там... Очень, одно-два слова. То есть абсолютно никаких, никакого развернутого ответа. Не требуется. Не требуют, нет. Получается там, ну я уже читала новые правила, что будут задавать 20 вопросов, и нужно ответить на 12. Но пока что 10 вопросов, и нужно ответить на 6. То есть мне задали 6, я ответила, и все. Понятно. Это, я думаю, очень интересно знать тем, кто готовится сдавать на гражданство, чтобы люди не волновались. Нет, это несложно. Если есть все документы, если процесс, сам процесс прошел правильно, то нет никаких затруднений в получении гражданства. Это здорово, это замечательно. Я все-таки хочу у тебя спросить, вот знаешь, немножечко о твоих каких-то первых впечатлениях. Вот когда ты только-только приехала в Америку, да? Какие у тебя были впечатления, ощущения по сравнению с Украиной, да? Вот когда, вот эта вот разница. Можешь об этом немножко? Так, это я тебя заставляю. Походу, это было 5 лет назад. И понимаешь, это уже немножко неправда, то, что я буду вспоминать сейчас. Ну вообще, как бы, в принципе, первое место, куда мы приехали, это было с Вегас. Это там, где мы поженились. И как бы первое, что я увидела, это Вегас. Конечно, он сразу сносит башку. Да, ну, я просто напомнила это, что когда я первый раз увидела, я почему-то помню, что у меня промелькнула такая мысль. Ого, сколько денег! Так я посмотрела на все эти здания, казино. Отели. И я подумала, ого, сколько денег! Ухана, вы все это, да? Да, вот так. Ну, потом мы вернулись в свой город. И здесь, то есть первый год, это была очень размеренная жизнь, очень спокойная. И меня она устраивала. Я, можно сказать, отдыхала и наслаждалась спокойствием. Ты знаешь, это, наверное, у всех. То есть муж тебя отвозил, куда тебе надо? Да, да, в принципе так, да, потому что ты же знаешь, что только можно куда-то попасть, когда ты водишь машину. И возил меня муж, то есть возила, допустим, его сестра, потому что его родственники как бы приняли участие в том, что их брат женился, и им хотелось меня как-то развеселить, чтобы я с ними общалась. Например, его сестра каждый день приезжала за мной, и мы ездили в спортзал. То есть как бы, да, и потом, да, потом все его родственники приходили, как бы знакомились, дали подарки, как бы, ну, вот так. А ты живешь в штате Айова, правильно, да, я произнесла. И эти родственники, они живут близко к вам, то есть это какой-то маленький... Они живут, да, ну, эти родственники, они живут в пределах города. Просто у моего мужа очень много родственников, они живут не только в нашем городе, но и по всей Америке. Ну, вот те, которые живут в городе, да, все пришли, познакомились, подарили подарки. Классно. Хорошо, а сейчас ты общаешься в основном с родственниками, вот этими, да, этим кругом людей, или есть русские? Как вот с этим? Насколько быстро ты познакомилась, нашла русских? Я вообще не знаю русских. О! У меня нет общения с русскоязычными людьми. И я не могу сказать, что у меня есть потребность их искать. Хотя я думаю, если бы я захотела, я, может быть, и нашла бы, но я не искала. И у нас, в принципе, такой город, здесь немного таких, ну, немного русскоязычных людей. Я даже не, я вот как бы сама встречала несколько раз. Просто вот там в магазине встретила в театре. На щелкунчике. Такое ясное дело. Просто давно там поговорили, как бы, и всё, и потом я не общалась. То есть у тебя не возникло такого горячего желания? Нет, желания у меня как бы не возникло. Может быть, если бы оно, конечно, возникло, то я бы как бы и нашла круг общения. Но как бы его не возникло. А сам он не сформировался, такой круг общения. Меня знакомили с одной женщиной, она русскоязычная, она, ну, она русская, но, в общем, русскоязычная. Но как-то тоже у меня не сложилось с ней, общение не сложилось. То есть я как бы с ней не встречаюсь. Понятно. Я общаюсь только вот по интернету с русскоязычными. Со своими, наверное, там, с Украины, да? Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о компании Dream Connection? Откуда, из каких источников? Подруга сказала. Она замужем за американцами? Нет, ну, она хотела, но потом вышла замуж за украинца. То есть сама не вышла, но я вышла. Ясно. Долго ты посетила? На сколько соушла посетила? Я посетила два соушла. О, всего лишь. И на втором встретила мужа? Да, да. Ясно. То есть это немного, да? Ну, я была на трёх, ничего, полное какое-то, знаешь, такое регистрирование. Первый соушла очень мне понравился, да? То есть вау, просто восторг, насколько всё хорошо организовано. Да, ну, в принципе, то, что только организовано, да, всё хорошо. То есть на четвёртом я познакомилась со своим мужем? Ну, на первом соушле как-то не было кандидатов для меня. Во-первых, как-то так были мужчины. Не того, скажем, не той возрастной категории. Как-то так. Ну, в общем, как-то я ходила там на свидания, но ничего, не развернулась дальше. У тебя были какие-то определённые требования к твоему избраннику? Нет, у меня не было никаких требований. Он мне просто понравился, я ему понравилась, и всё. И у меня, то есть никаких требований у меня не было. Каких-то особенных требований нет. То есть как бы в процессе общения я поняла, что человек серьёзно настроен, готов взять ответственность. И этого было достаточно. Ну, а изначально это была симпатия, как бы чувство, которое возникло. Приятно было находиться рядом, проводить. Да, то есть было как бы само общение было приятно, поэтому как бы всё и развернулось. А никаких изначальных запросов у меня не было. Как у тебя с английским? Вы сразу общались на английском? Какого уровня английский у тебя был вначале? То есть общение с моим мужем поначалу было затруднительно. То есть он меня не понимал. Даже то, что я и говорила. Ну, я бы не сказала, что он был хороший. Какое-то знание было. Но то, что я говорила, почему-то он меня не понимал. Почему? Мы не знали, почему. Потому что наше произношение. Да, акцент, понимаешь, акцент, да. И, ну, вообще, как бы... Вообще он меня не понимал. Но, получается, когда он приехал в первый раз, это было пять дней. И мы общались с переводчиком. То есть переводчик же присутствовал. Но потом, когда он уехал, и тогда мы с ним общались в чате, то есть там проблем нет. То есть, когда ты пишешь, и тебе пишут в ответ, проблем в понимании нет. Потому что нет произношения неправильно. Да, да. Ну, потом, когда он уже приехал второй раз, ну, в принципе, мы находили понимание. Со временем все эти, да? Ну, а потом как бы лучше и лучше. Но я тебе хочу сказать, он до сих пор меня не понимает. Но я не обращаю на это внимание. То есть он постоянно говорит, что ты говоришь? Ты уже гражданка. Научись говорить нормально. Я говорю, ну, открой уши. Послушай меня внимательнее. Понятно. Я так понимаю, что у тебя очень хорошо с самого начала сложились отношения с американцами коренными, с его родственниками, да? Да, да. А их ты понимаешь нормально, их произношение, они к тебе так же скрупулезно относятся к твоему английскому? Ну, во-первых, я думаю, что проблемы в общении возникают двухсторонние, насколько человек это воспринимает критично. Я к этому не отношусь критично. Если меня кто-то не понимает, я просто не затыкливаюсь на этом. Но вообще на данный момент я не могу сказать, что есть какое-то непонимание, как бы меня понимают, я понимаю. Но если кто-то что-то не понимает, то... Ну, вот решаешься, с сестрой мужа, я думаю, что женщина, женщина всегда поймёт, там, простит какие-то погрешности, да, там, на пальцах объяснит или покажет, что она хочет. Но не так, как вот мужчина. Давай, там, чтобы у тебя... Ну, да, в принципе, как бы разные люди, как бы по-разному... Ну, это я хочу... Если человек хочет понять и он настроен понять, он поймёт. А если это не сильно, ну, как бы не особо важно, то и ладно. Дианочка, сколько времени тебе понадобилось, чтобы освоить вождение? Ты водила раньше в Украине? Ну, у меня были права, но у меня не было особой практики. Вождение... Ну, как бы я... У меня были права, я водила иногда, скажем так. в Украине. Своей личной машины у меня не было. Здесь проблем не возникло, то есть, идёшь, сдаёшь на права. Ну, потом начинаешь водить по мере того, насколько ты... Ну, и начинаешь чувствовать себя увереннее, там, ездишь уже дальше и дальше. Сейчас ты выезжаешь на скоростные трассы? Вот, пять лет ты уже, да, в Америке? Нет, я не выезжаю. Вот я от многих девчонок... Ну, это моё личное, как... Твоё личное, но... Кто хочет, выезжает, я нет. Ну, как бы, я лично не выезжаю. Может, кто любит вождение, кто-то выезжает, я не выезжаю. Диан, а скажи, пожалуйста, ты до Dream Connection задавалась такой вот целью, чтобы именно с иностранцем построить отношения? Сидела на сайтах, может быть? Как это всё было? Ну, у меня был опыт в переписке, да, до Dream Connection, но я не могу... Ну, как бы, неудачный, скажем так. А какой сайт это был, если помнишь? Анастасия. А, понятно, это наш местный Николаевский сайт. Да. Долго переписывали? Ну, там... Ну, пере... Я не помню. Ну, переписывалась какое-то время, но так... Это было несерьёзно. И приездом не закончилось? Ну, я... Нет, я встречалась. Ну, я общалась... Ну, то есть, как бы, я... Ну, был приезд, да. И, наверное, уже при встрече ты поняла, что не тот человек? Ну, в общем-то, да. Как бы не возникло желание развивать эти отношения. Поэтому в Dream Connections вот сейчас, конечно, коронавирус и условия поменялись, но раньше, когда приезжало порядка 20 мужчин, и ты со всеми могла чуть-чуть поговорить, увидеть всё лицо, потом сходить на свидание, то есть личная вот эта вот встреча, вот этот контакт, да, он всегда сразу расставляет всё по своим местам. То есть не надо длительно переписываться, а потом мужчина приехала, и ты поняла. Ну, в принципе, да, да. Как бы это просто как бы ускоряет процесс. Да, намного. Ускоряет процесс, да. То есть сразу понятно. Сейчас видишь, Dream Connection делает такие сессии онлайн, 12 видеостреч, да, и... Серьёзно, да? Да. А, ну, коронавирус, да. Коронавирус, да. Коронавирус, всё меняется. Вся жизнь сейчас у нас. Да, всё меняется. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты работать? Ты работаешь или занимаешься своими хобби? Как у тебя с работой? Я работаю в паблик-скул. Кем? Ну, ассистент учителя. Интересно. Это не учитель на замене, когда главный учитель? Ну, там, как бы, есть просто в американских школах больше персонала за детьми, чем у нас, как бы, в школах. Там один учитель у нас, там есть учителя, которые следят за многими вещами, там встречают детей, провожают детей, отбывают их на ланч, подготавливают всё к уроку, следят за детьми, ну, как бы, там много разных обязанностей. Вот это твои обязанности, которые ты перечислила? Да, да, да. Я когда-то видела в американской школе security. Вот они стоят, но это, наверное, не security, они встречают детей, когда дети... Да, да, да. Ну, они были в таких формах, унифорах. Нет, ну, никакой формы, просто... Одежда. Да, просто обыкновенно, как следим за детьми. А зачем детей отводить на ланч? Они что, сами не могут выйти из класса и пойти на ланч, в столовку? Ну, вот так вот, так принято. Они что, строятся прям вот весь класс? Ну, во-первых, у меня как бы младшая школа, там дети до пятого класса. И... Ну, да, просто больше следят за детьми, больше внимания детям. Они как, строятся по парам или просто вот вышли гурьбой так вот и идут за другом? Ну, просто идут. В свободном этом, да? И как у нас все взялись за руки или все друг за другом выстроились в шеренгу, гуську? Ну, нет. Нравится тебе такая работа? Там же шумно. Ну, да, я уже привыкла к людям. В принципе, нравится, да. Зарплата какая? Если не секрет. Небольшая. Ну, работа не пыльная, скажем, правильно? Да, да. Сколько легко было устроиться на такую работу? Не было проблем. То есть меня взяли сразу. Ты заполнила аппликацию? Это, в принципе, первое место, на которое я пробовала устроиться, и больше я никуда и не пробовала. То есть как бы меня взяли, я так как бы и осталась там. Долго ждала, пока ответ тебе дали? Я уже не помню. Пригласили на интервью, наверное? Нет, как бы... Нет, недолго. А через пару дней дали ответ, и я там начала, помню, с Нового года. Там у них как раз был брейк, и потом с Нового года я начала. А это тебе кто-то посоветовал эту работу, или ты где-то услышала, что есть такая... Да, мне посоветовали, да. Мне просто посоветовали, что вот там тебя могут взять, ну, получается, ну, беря в учет то, что у меня нет опыта, то, что я иностранка, там, ну, все это беря в учет. А есть там какой-то карьерный рост, или тебя пока вот устраивает, то есть ты не хочешь чего-то там большего? Карьерного роста там нет. Нет, то есть вот это вот. То есть я могу стать учителем, но для того, чтобы стать учителем, нужно образование. Расскажи о своих хобби. Чем ты занимаешься в свободное время? Ну, ничем особенным, как бы... Ну, я видела, ты красиво... Стараюсь. Стараюсь, как бы, там, в спортзал ходить. Ну, встречаюсь с родственниками, встречаюсь с людьми. Ну, в основном, круг общения — это родственники и люди по работе, которых я уже знаю. Ну, вот, как несколько лет, с которыми сложилось общение, то я с ними встречаюсь, общаюсь, и... Ну, и все. Ты знаешь, ты для меня, вот я тебя слушаю, да, у тебя, получается, круг общения, одни американцы. Да. Ты для меня просто уникальная женщина. Ну, я... У меня такой характер, я непридирчивая. Я, в принципе, не ожидаю от людей многого, и... скажем так, общаюсь налегке. Ясно. Очень жалко, что у тебя фортепиано в ремонте, я так, знаешь, была у меня такая задумочка, чтобы там, ну, чуть-чуть ты нам сыграла и спела, ты очень красиво поешь и красиво играешь. Хорошо, Дианочка, было очень с тобой приятно пообщаться вживую, мы наконец-то увидели друг друга, скажем так, уже, знаешь, в лицо, узнала много интересного, и думаю, нашим зрителям тоже будет интересно послушать это интервью и взять для себя что-то. Знаешь, Анжела, когда я смотрю твои интервью, я всегда беру для себя что-то. Вот интересно, может быть, кто-то тоже что-то возьмет из нашего интервью. Мне бы было приятно. Я думаю, что да. Хочу пожелать тебе хорошего дня. Я сейчас в Украине, у нас уже глубокая ночь, прекрасно провести этот день. Спасибо взаимно. Хорошего вечера и до новых встреч. Будем общаться. Да, обязательно. Пока. Рада, что ты в Украине, что вы путешествуете без препятствий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...